И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Бурова. Я рада, рада вас приветствовать, милые мои, удивительные, невероятные, светлые, ангельские души. И всё это именно так и есть. И я не устану вам об этом повторять. Есть люди, которые смотрят мои эфиры, кто заходит на мой канал, кто интересуется темой ангелов-хранителей, кто интересуется темой, божественной темой Отца Небесного. Люди есть ангельские, есть ваше... Вот вы вовлечены в этот мир. Вы, может быть, этого не можете ещё понять, не можете это как-то осознать, но вы, благодаря тому, что слушаете мои эфиры, вы уже это можете в себе как-то начинать замечать, понимаете, вот эти состояния. Если вы начинаете думать об ангелах-хранителях, если вы задумываетесь о том, что есть Бог, кто есть Бог, какая это сила божественная, кто нас ведёт по этому пути земному, как это всё происходит, почему я родился на этот свет, кто вот меня ведёт по этому пути, вот по этому пути, кто меня оберегает вот в ту ситуацию или вот в этой ситуации, как произошло это вот такое чудесное моё исцеление. Это люди есть, которые вовлечены вот в эти миры, и вы просто ещё не можете это как бы понять, вы считываете это, но вам нет вот этих знаний, понимаете, полноценных знаний для того, чтобы распознавать эти все состояния. Но когда человек уже думает об этом, это уже говорит о том, что вы слышите своих ангелов-хранителей, потому что вы начинаете искать значения ангельской нумерологии, вы начинаете постоянно вот искать эту информацию, либо вам каким-то случайным образом попадаются чьи-то видео по поводу высшего, божественного, по поводу осознанности, понимаете, какого-то высшего разума. Это говорит о том, что вы слышите своих ангелов-хранителей, но вам эта информация, она приходит ещё вот в такой форме, нечёткой, неполноценно, вы понимаете, неполноценно вы её способны распознать и считать, потому что ангелы-хранители, они постоянно с нами разговаривают. К примеру, вот я научилась взаимодействовать с ангелами-хранителем, и когда вот эта школа мистика у меня происходила, когда я училась распознавать все миры, которые у нас есть, в которых мы проживаем с вами здесь на Земле, для чего мы здесь живём. Это тоже высшая божественная школа нашей, которую мы должны, которую должна пройти наша душа, и выхода ей нету из неё, потому что даже если вам не нравится ваш путь жизненный, даже если вас что-то не устраивает, и вы, не изменяя пути, желаете как-то избавиться от этой жизни, у многих же людей происходят такие мысли, знаете, «не хочу жить». Это же самое страшное, что может вообще человек начать думать. это говорит о том, что вы уже вовлеклись в тёмные миры, в тёмные силы, и они вас вот так вот уводят вот в этот круг сансары кармического перерождения. И человек думает о том, что вот он сейчас покинет эту Землю, и там уже всё, там уже ничего нету, и всё, избавлюсь от этого, и всё, и глаза мои не будут видеть этого мира, и всё закончится. На самом деле, там как раз-таки самое страшное начнётся, ещё страшнее, чем есть у вас здесь, потому что, живя здесь в теле, у нас всегда есть возможность изменить свой путь. И этот путь на самом деле очень легко меняется, но просто люди в это не верят и не думают о том, что это можно изменить, но то, что вы начнёте молиться Отцу Небесному, начнёте разговаривать со своим Ангелом-Хранителем, начнёте призывать к помощи все высшие силы, высшие силы Света на помощь себе для того, чтобы разрешить вашу ситуацию, разрешить ваши проблемы, разрешить всё то, что у вас вдруг случилось. Как только вы выйдете на этот путь, так сразу же ваша жизненная вот эта судьба, дорога начнёт изменяться только в лучшую сторону. Естественно, не будет сразу легко. Легко ничего не бывает. Вообще в этой жизни мало чего происходит легко. Всегда всё должно быть в трудностях. И это такой вот путь. Но вы должны знать. Может быть, вам сложно в это поверить, но, знаете, вот хотя бы на минутку запустите себе в голову мысль о том, что это возможно. Я, есть тот пример, который вышел из тяжелейших, страшных, трудных ситуаций в моей жизни. Они были очень сложные. И даже всегда ангел-хранитель, когда он со мной разговаривает, он мне всегда говорит о том, что мой жизненный путь, он был очень тяжёлый. Но он был настолько, что я, честно говоря, даже не могу его... Нет желания его как-то вспоминать. И вообще в этом прошлом как-то капошиться, лазить в памяти. Я просто иногда бывает, что так моментами выйду туда и подумаю, как бы анализ делаю, что вот это было в моей жизни. Ну вот это было и всё. И было, и слава Отцу Небесному, этого нет. И слава Отцу Небесному, у меня всё хорошо. И каждый человек, который меня знает, который смотрит меня, сторис мои смотрит, мои рилсы смотрит, мои стихи читает, смотрит меня. Ну и в Инстаграме я очень активная. не настолько активная, как могла бы быть, потому что у меня информации очень много, очень много в жизни происходит, каких-то вещей, которыми я могла бы делиться, но у меня просто не хватает катастрофических времени. Но всё равно я кое-что выставляю, выставляю какие-то важные свои события, добрые, которые невероятно... А они у меня сейчас всё время происходят, и мне хочется, и поэтому в рилсах и в публикациях очень часто публикую себя для того, чтобы вот сохраняю себе на память. Вот это я сохраняю себе с удовольствием. И вот каждый человек, кто смотрит меня, кто слушает меня, кто знает меня, взаимодействует со мной в Ватсапе, в Инстаграме, на классиках. Я стала режу, потому что мне как-то там сложновато, немножко как-то там меняется именно поведение людей. Оно мне немножечко как бы не очень там мне комфортно, потому что я думаю, что я там со своей жизненной позицией немножко, может быть, не вписываясь в этот формат, и вот люди как-то, может быть, не очень-то меня, и как бы я там и нужна. Вот. А в Инстаграме площадка мне более какая-то такая очень удобная. А Фейсбук для меня тоже стал неудобным. А на Ютубе мне как-то по времени сложно выходить и именно записывать эфиры. Очень сложно находить время для того, чтобы записывать. Но я это, когда только я нахожу это время, я делаю это с удовольствием. Я буду это делать, буду продолжать. Я не буду это заканчивать. Если у меня есть большой перерыв, то это не значит, что я ушла из этого мира. Я всё равно есть в социальных сетях, но просто вот по времени не успеваю. А так я, конечно, буду как можно дольше делиться вот своим вот этим состоянием божественным. И поэтому я, ещё почему я начала это говорить, потому что люди, которые видят меня, которые знают меня, которые общаются, они видят, что действительно в моей жизни всё благостно и хорошо. и это всё благодаря тому, что происходит в моей вот эти вот удивительные взаимодействия с ангелами-хранителями, то, что я вышла на этот уровень. И вот ангел-хранитель мне всегда об этом тоже говорит, что благодаря тому, что у меня вот этот произошёл скачок, вот этот духовный рост, благодаря вот этой моей вере, моему желанию, вот этому сильнейшему желанию научиться взаимодействовать с ангелами-хранителями. И потому что я проработала в себе множество вот этих кармических отработок, сделала таким вот, наверное, каким-то интенсивным, сильным вовлечением в мир ангелов-хранителей. Я, благодаря тому, что научилась их слышать, я слушала, их всё делала, слушала и делала, слушала и делала. Я делала, 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 я работала над собой, хотя было это очень сложно, хотя было очень печально для меня, и в многих случаях я плакала, во многих случаях мне было очень сложно вот эти состояния принимать, работать над этим, но я это сделала, я преодолела всё это и вышла на другой совершенно уровень вообще жизни именно внутри себя, именно тому, что какая я стала, что со мной стало внутри, и то, как я стала на этот мир смотреть, видеть его, чувствовать его, и как моя вот эта жизнь пошла совершенно другим образом, она вышла на такой уровень, что для меня уже, вот вы знаете, я в себе вот эти колоссальные изменения, они мне очень нравятся, и я их замечаю, я их анализирую, я на них смотрю со стороны и обращаю на них внимание, потому что раньше меня очень трогало и возмущало, допустим, чьё-то в мой адрес высказывание какое-то негативное, хотя я ничего плохого не делала по отношению к тем людям, которые вообще что-то в мой адрес отправляют и что-то говорят в мой адрес, какие-то, какие-то, какие-то очень такие вещи, которые, ну, во-первых, эти люди меня не знают, во-вторых, их какое-то мнение такое очень дерзкое и грубое в мой адрес такое сказать даже иногда думаешь, как вообще можно было такое сказать на человека, которого ты даже в жизни не мог видеть и не мог встретить его, и даже я нигде не появлялась в вашей жизни, тем более, что-то бы я могла бы сделать для вас плохое, чтобы вы такое на меня сказали, понимаете. И поэтому я очень раньше так, для меня прям это сердечный какой-то приступ был. Когда так люди говорили, мне так было это обидно, мне так было это за себя обидно, но почему, почему такое люди могут говорить, как они вообще могут говорить. И это как-то во мне, меня это возмущало, это всё как-то немножко коробило, я даже падала у меня настроение, я так реагировала очень остро. А сейчас, когда вот это вот всё во мне произошло и сейчас, когда я публикую свои стихи, когда я их выставляю, когда я выставляю себя в каких-то разных таких форматах, но они такие форматы, которые, ну, я так понимаю, что нормальные, благочестивые, очень всё как в норме, да, такой в человеческом, в людском, ну, не знаю, очень в формате хорошем. И даже и тоже появляются люди, которые что-то могут написать, но меня это совершенно как-то даже не трогает, и мало того, что не просто не трогает, а как-то это, ну, как бы нет этого в моей жизни, понимаете, я прочитала и нет этого в моей жизни, прочитала и это вот никак это не может даже коснуться меня вообще. И когда я вот до этого уровня дожила, вот пришла в смысле до этого уровня развития, то сейчас моя жизнь, она вот вообще идёт каким-то своим чудесным образом. Я об этом постоянно говорю, наверное, я повторяюсь, но я, видимо, должна это говорить для того, чтобы вы поняли, что есть, есть такие состояния у человека, и он способен выйти на этот уровень развития, когда он будет жить совершенно другой жизнью, независимо от того, что происходит вообще в этом мире. А в этом мире происходит очень много зла, понимаете, очень много зла и очень много боли. Вот прямо этой боли одна боль за другой, и люди это всё сами создают. Никто это не создаёт. Бог, Отец Небесный нам это не создаёт. Вы должны это для себя как-то уяснить. Я раньше тоже была с претензиями, раньше я не могла понять, почему Бог позволяет это всё свершиться. Но Бог, Он не позволяет, Он вообще нас создаёт совершенно для другого вообще, для другого. Он нас сюда отправляет на землю для других. У него были свои планы на нашу душу, у него есть свои задачи, какие должна пройти душа. Но то, что мы приходим сюда, мы рождаемся и забываем всё это, и вовлекаемся вот в это тёмное, мутное, и там копошимся, всё время живём, 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 вот в этом мире страшно пребываем, и оттуда мы ещё кричим и ещё Бога взываем. И когда нам слишком плохо, мы начинаем молить и просить его, когда нас что-то не удовлетворяет, мы начинаем с претензиями к нему, и тем самым мы ещё больше, больше, больше гневаем его и вводим себя вот в это низкое, вот в это страшное, мерзкое болото, в котором находимся. И там мы ещё больше, больше становимся гневливыми, злыми, неудовлетворёнными, и вот так вот наша душа погибает, забывая о том, что какая она, для чего она сюда пришла. И самое что страшное, она даже ни разу не сумеет в этой жизни выйти на вот этот великий, прекрасный, божественный уровень, где она будет только жить, создавать, созидать и нести вот этот свет, именно свет Бога Отца Небесного, с которым она когда-то родилась и пришла на землю. Но затянувшись вот в это низкое, она этот свет теряет. И я очень рада, что каждый из вас, кто заходит на мой канал, кто смотрит мои эфиры. И даже если я их не выпускаю здесь, не выпускаю в Ютубе очень долгое время, то я пишу очень много стихов. Я их публикую на стихи.ру. Или вы можете зайти в Инстаграме Татьяна1971, меня можете там найти, либо просто набрать в Google Татьяна Сидеева-Бурова и найти мои стихи, которые я пишу с ангелами-хранителями. В этих стихах очень много заложено знаний, божественных законов, которые вы, читая их, будете свою душу программировать на вот этот благостный и божественный, умиротворенный, гармоничный мир пребывания души вот в этом земном пространстве, мире, среди людей. И это все возможно. Это все возможно. Это все доступно нам. Просто нужно поверить. Поверить и начать работать над собой. Работать над тем, чтобы излечивать свою душу. Попробуйте это. Я знаю, что каждый из вас, кто заходит, кто смотрит, мои эфиры, вы уже на этом пути, на этом маленьком начальном пути, на божественном пути раскрытия в себе вот этих всех состояний уникальных способностей. Вы можете исцелить свою душу. Она у нас у всех раненая, она у у нас у всех была деформированная, покалеченная. Но это не Бога задача. Его задача другая. Мы должны вот в этом мире, проявленном в людском, именно в теле, научиться познавать свою душу, научиться благодаря ей познать вот это вовлечение в мир ангелов-хранителей, научиться под защитой ангелов-хранителей пронести вот этот свет, делая вот этот мир человеческий, земной светлее, лучше, прекраснее, понимаете, наполнить эту землю вот этим божественным светом Отца Небесного. И это большая школа души. Мы должны ее пройти, мы личности, мы ответственны за нее, за то, куда она дальше пойдет после того, когда мы закончим свой телесный вот этот мир. А мы его закончим. И наша жизнь в теле, она настолько стремительна и быстро проходит, что у нас, вот вы посмотрите, как вот все быстро-быстро меняется. И как показывает нам жизнь, мы видим, что в мире человеческом, к сожалению, лучше ничего не происходит. Да, у нас лучше становятся технологии, да, у нас лучше становится где-то медицина или что-то, но образование у нас становится хуже. Медицина тоже еще можно подумать. Где-то, где-то какие-то нанотехнологии есть, но где-то, где нужно подлечить не симптомы, а найти вот эту вот проблему глубокую. Мы, к сожалению, этого не делаем. Вот это тоже нас как-то куда-то уводит в другой мир. Поэтому очень много людей, которые тяжело больны и которые не способны исцелиться. И даже то, что медицина с тем, что вышла на такой высокий уровень и с технологиями, тоже, к сожалению, не всех способна исцелить и дать возможность человеку продолжать жизненный путь. И очень много людей погибает в молодом возрасте от болезней, от онкологии и прочих-прочих, и диабетов и прочие большие-большие проблемы у людей. Вот. И эти заболевания, они все молодеют и молодеют. Много деток рождается с такими заболеваниями и очень много молодых людей становится носителями таких болезней. Если раньше это было только там где-то в преклонном возрасте, то сейчас эта болезнь как-то увеличивается. И потом, как мы видим, что нестабильная ситуация в мире, во всем мире, и эти проблемы между людьми, между народностями очень нарастает, нарастает, и все становится тяжелее, тяжелее взаимоотношения, и накаляется обстановка, доходит до такого критического, очень нехорошего положения во всем мире. Мы все это видим. От этого у нас потом и экономика падает, и рост цен поднимается, опять напряжение, и заболевания поднимаются из-за этого тоже. Это же тоже напряжение на людей, потому что напряженное тело, оно не способно долго функционировать в здоровом виде, а если тем более еще и больной ребенок родился, как я, к примеру, я была очень слабым ребенком, и все это, вот эти все мои жизненные ситуации тяжелые, они все сильнее, сильнее, сильнее усугубляли, усугубляли, и выросли в большую, огромную проблему в моем здоровье, которое меня подкосило. И я в течение долгих, многих лет, в течение даже семи больше лет я находилась в очень плачевном состоянии, но, слава Отцу Небесному, я вот живу, я, вот вы видите меня на экране, а вроде бы так снаружи все нормально, а это тоже очень многое говорит, потому что, как правило, тяжелые заболевания, они уже начинают отражаться и на внешнем виде человека, и он, конечно, уже не может скрывать свои вот эти проблемы, которые глубоко, глубоко уже идут, и его меняют уже в худшую сторону. И я всегда, я не хожу уже к докторам долгие годы, дай Бог, чтобы я только-только-только в самые-самые-самые-самые экстренные случаи, но я все в молитвах, в молитвах, в молитвах, потому что, к сожалению, все походы, которые были у меня к докторам, они только приносили мне осложнения, 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 и вот один момент, я просто, когда уже была критическая ситуация, я просто уже перестала, и вот я выполняю, живу по инструкциям, по руководствам, по наставлениям ангелов-хранителей, и слава Отцу Небесному, еще нахожусь в этом мире. И каждый раз, как что-то происходит доброе, хорошее, ну, в смысле, грандиозное в моей жизни, в моем доме всегда все доброе и хорошее, ну, происходит грандиозное, как, к примеру, у моей доченьки была недавно свадьба, произошла. Моя девочка, ну, я этого ждала момента, она со своим парнем, вот, с Алексом, они уже в десять лет вместе, в десять лет вместе. Это вот ее такая первая любовь, такая невероятная, трогательная. И я всегда молила Отца Небесного, чтобы моя девочка познала только одну чистую любовь, и чтобы от начала до конца и до конца своей дни с одним-единственным мужчиной, с любимым, вот, чтобы все было вот так вот грамотно, хорошо, по-божественному, по-высокому, понимаете. И я так молилась, чтобы у моих деток это произошло чудо, и что они однажды, в прошлом году, год назад, Алекс сделал моей девочке предложение, когда они поехали в Японию, они были в Токио, и в этом саду, где сакуры цветут, вот эти все в розовом цвету, они весной были в мае, и это вот такое благоухание прекрасное. И вот наш мальчик, теперь мой зять, встал на колено перед Анечкой, моей доченькой, моим ангелочком, и сделал ей предложение. Ну, в общем, они с того момента были помолвлены, и в этом году мои детки на день своего десятилетия, как они вместе уже 10 лет, они сделали свадьбу, прекрасную свадьбу сделали для нас, для нашей только близких, семье, они сняли шикарный дом, невероятно вместе. Я ставила, как-то здесь рился этот шорт, называется, да, по-моему, в Ютубе. Может быть, еще несколько кадров поставлю. Моя девочка, они сняли дом в апельсиновой ферме, на апельсиновой ферме, там-то раньше, да, апельсины, грейпфрукты, там, значит, это такой красивый дом, мы не сумели снять, и все, как Анечка моя любит, она тоже такая волшебная девочка, очень чуткая, нежная, очень такая трепетная душа, ангельская душа, которую нельзя, не зря я всегда с самого рождения называла ангелочек, 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 и это в ней все проявлялось все больше и больше и больше, и моя девочка, она чистый ангел, она хороший человек, и я, когда люди говорят, что хвалиться нельзя, я не хвалюсь, я просто делюсь тем, что это возможно в нашей жизни, все то, каким образом мы смотрим на своих детей, все то, что мы в них культивируем, то, чему мы приобщаем эту душу, то в ней это все и возрастает, и растет, и на такой уровень этот ребенок и выходит. Моя девочка никогда не курила, не пила, не ходила в ночные клубы, у нее ничего такого нету, и я не скажу, что многие, может быть, скажут, что я ее там сделала какой-то, может быть, религиозной, нет, у нее этого нету, она верующая, верующая, это именно с верой живет в душе, и она верит в высшие силы, в Отца Небесного, в ангелов-хранителей, и вот она такой вот чистый, светлый ребенок. Вот, кто знает ее, может быть, видел меня там в инстаграме, хорошая очень девочка. И вот они сделали свадьбу, и даже на этой свадьбе я, когда она мне сказала, что мама, у нас будет свадьба, пожалуйста, вот этот день береги для нас, что мы поедем с ночевкой вот в этот дом, на эту ферму, на эту ранчо. Ранчо называется плантация цитрусовых деревьев, там шикарный дом, и когда я приехала, я просто была... И, кстати, до этого я ей подарок делала, я делала вышивку, вышила ее Анечку с Алексом, эту дату записала, когда у них была свадьба, и сделала на фоне вот этого, хотя я там еще в этом саду не была, но я сделала, я, может быть, поставлю где-то здесь, или в следующий шорт, как я сделала для них вышивку. Вот вы посмотрите, кто не видит там в инстаграме, а вот какой подарок я им сделала. И я, когда вышивала в течение месяца до свадьбы, вышивала и молилась, и молилась, и молилась, чтобы мои детки были защитой, под защитой Отца Небесного, чтобы ангелы-хранители помогали, чтобы только все хорошее было, чтобы все плохое от них было далеко, чтобы независимо от того, что происходит в мире, чтобы эти души прожили только под защитой Отца Небесного, только вот чтобы свет был Отца Небесного, чтобы ангелы-хранители всегда были рядом с моими детьми, чтобы все-все было хорошо, понимаете, чтобы и в достатке, и в любви, и в защите под крышей, чтобы крыша над головой, чтобы все у них хорошо получалось, чтобы у них путешествия были по благостным местам, чтобы когда они в путешествии были только души, защита была, чтобы все-все только было хорошо, понимаете, только мать может это сделать, только мать, мать, отец может дать благословение. И когда я это писала, я им записала молитву Отца Небесного, и, что самое удивительное, я сзади на этих картинах написала им благословение от ангелов-хранителей Анны и Алекса. Вот, когда я это писала, благословение, я так плакала, понимаете, я плакала и думала, Боже, неужели это такое возможно? Вот вы представьте, неужели это такое возможно? Нам многим из вас даже родители благословения не дают. Даже родители не благословляют нас на этот путь совместный с какой-то личностью, да, с душой. Нам же многим этого не дают. И мы вот просто идем в жизни, сломя голову, где-то там погибаем, прозябаем, мучаемся, нас избивают, нас мучают, нас калечат. И мы вот какие-то состояния эти проживаем унизительные, оберзительные, очень страшные, понимаете, и мы живем, живем и бьемся в этом аду. Это настоящий ад. Нам многим даже не дают родители благословения. И то, когда я научилась взаимодействовать с ангелом-хранителем, я все время благословляю ребенка на ту или иную какую-то ее участие, где она происходит, и она говорит, они куда-то едут. Я благословляю, думаю, благослови, Отец Небесный благословляю, на пути молюсь и прошу Отца Небесного. И когда вот это на свадьбу я писала от ангелов-хранителей своей рукой, ангел-хранитель писал и говорил им на подствие, руководство давал, у меня потом бежали слезы, потому что где, где, кому из нас, кому из нас было вообще такое счастье, чтобы ангел-хранитель писал нам благословение, чтобы ангел-хранитель нам давал благословение в письменном виде проявленное, которое ты можешь читать, которое ты можешь прочитать, которое прочитают твои дети, которые прочитают твои внуки, правнуки, который останется это все на века, и я всегда так благодарила Отца Небесного за это чудо, которое произошло со мной, понимаете, это великое чудо, которое произошло со мной, и это великое состояние, которое я могу пронести, выдавать это своим близким, показывать, что я это могу. Я иногда очень к себе как-то отношусь критически, знаете, что-то, какую-то картину нарисую, и думаю, ой, ну могла бы лучше нарисовать, но почему мне это не получается, когда ангел-хранитель мне говорит, почему ты так критически к себе относишься, ведь ты даже не представляешь того, насколько ты уникальный человек, то, что ты можешь это делать, ты можешь это проявлять, ты можешь взаимодействие с ангелами-хранителями проявлять, вот в этот мир, и показывать вот эти картины, что вы видите, я рисую с ангелами-хранителем, и то, что я пишу от ангелов-хранителей, открытки подписывая своим близким, я не знаю, насколько они это могут ценить, и это могут состояние ощущать, что я им это даю, но то, что я это делаю, для меня это просто, потому что я это же с ними разговариваю, и я это настолько благодарна, и настолько к этому трепетно отношусь, и проживая эти состояния, когда я пишу, я думаю, боже, неужели я это просто, что это со мной происходит, что это со мной происходит, и я ребенку писала благословения от ангелов-хранителей, передавала, и написала, и подарила, и когда была свадьба, это все, конечно, очень эмоционально, это очень настолько трепетно, настолько это все быстро происходит, в мире всегда такие вот жизни, когда такие хорошие события, яркие, красочные, которые должны, кажется, что ты хочешь их протянуть на много-много лет, они происходят, этот день проходит очень быстро, и благо, что есть вот эти технологии цифровые, когда ты можешь это запечатлеть, на камеру записать, сфотографировать, чтобы хотя бы можно возвращаться вот в это все, и видеть себя того, какой ты был, и что было, и какая твоя девочка была, в этом свадебном платье, и я, вы знаете, все время благодарила и говорила, даже ребенку говорила, Боже, Отец Ебесный, благодарю тебя, благодарю, что ты дал мне возможность дожить до этого дня, что ты дал мне возможность дожить до этого дня, что ты дал мне возможность увидеть своего ребенка, такое вот в свадебном наряде, чтобы эта свадьба прошла вот так. Я молилась, и эта свадьба проходила в таком прекраснейшем состоянии. Всё так было великолепно и хорошо. И все мы были настолько прекрасны в этот день. И мой ребёнок чистый ангел, и Лёша был чистый ангел. Дети были просто невероятные, сказочные. Такое всё было хорошее, возвышенное, воздушное. Нежное. И я всё время думала, как я была все годы далека от того, что сейчас со мной происходит на протяжении вот этих вот трёх-четырёх лет, которые я взаимодействую с ангелами-хранителями. И как моя жизнь повернулась в обратную сторону на 360 градусов. Настолько высокий уровень жизни духовного. И вот этого проявляется вот настолько это так даже в качестве качества людей другое, понимаете, мы другие становимся. Мы становимся настолько какими-то, ну, я не знаю, внутри светлыми, хорошими, чистыми. И вот именно качество нашей жизни, оно высокое становится, понимаете, достойное. достойное того, что тебе не страшно обернуться и посмотреть на себя прошлого, что ты сделал. И вот это вот именно состояние, оно очень важно. Важно то, что ты стал осознанным человеком. Я понимаю, что очень многие люди делают мерзкие вещи. и оборачиваясь на себя, на мерзкого, они тоже себя воспринимают хорошим. Но поверьте мне, что наступит, наступает судный день. Он всё равно у нас наступает. Он у каждого из нас наступает. И потом вот в этом мерзкое ты будешь возвращаться и прорабатывать, и это в этом вариться котле, вот в этом котле совести, где ты будешь это всё, ты будешь это всё смотреть, потому что это не человеческое, это не людское состояние, где мы живём хуже скотского. Это всё равно будем мы прорабатывать. Мы не должны таким быть. Для этого нам, людям, дана душа. Поэтому мы связаны с Отцом Небесным душой. Если бы у нас этого не было, то мы бы родились какими-нибудь животными, понимаете, низкого именно уровня качества. Животными, может, какими-то там, я не знаю, паразитами, глистами какими-то, где нету души. И вот там бы у нас мы делали как-то, разлагали бы тело, да, червями, разлагали бы тело и помогали бы вот этому телу гнить и вот как-то очищать землю от гнили, понимаете, вот. Но нам же, человеку, человеку, которым способен создавать сады, выращивать, да, понятное дело, что сады могут и без нас расти, но то, что делает человек, культивирует и вот взращивает невероятные растения, да, помогает им расти, цвести. Это же всё в человеческих руках, это же ведь животное не может сделать, это же человек или создавать дома, где-то человек может жить, это же человек, для этого ему дана душа, для того, чтобы мы могли воспроизводить и возносить вот это вот всё прекрасное. И именно душа, она нас соединяет с ангелом-хранителем, который даёт нам руководство для того, как нужно жить, каким нужно быть человеком на земле, каким нужно быть человеком, который никогда не поднимет руку на другого человека и не лишит другого человека возможности пребывать на этой земле. Понимаете, для этого нам душа дана, для того, чтобы мы были высокой личностью, личностью, которая благодаря своему росту духовному помогает другой личности тоже стать высокой и таким образом создавать вот этот божественный уровень на земле, который помогает всей нашей планете выжить. Выжить, не просто выжить, а жить и цвести вот этим огромным, большим, невероятным садом. Понятно, что нам во всём есть трудности, и мы среди животных, среди растений, должны бороться за жизнь, должны находить себе пропитание в труде, мы должны в поте работать, но ведь это же можно делать с высоким настроем, с высоким каким-то состоянием, правильно? Даже к земле относиться с высоким, к растениям, к животному миру. Ну, а что уже говорить о человеке, а человеку мы должны вообще взращивать только, хорошее рождается у нас ребёночек, и мы должны ему помогать, помогать стать воспитанной душой, понимающей, что такое зло, что такое добро, понимаете, учиться, 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 а не то, что сейчас вот с каждым разом всё вот как-то к деткам относятся, ну, как-то безалаберно, что ли, дали им телефон в руки, и всё. И вот он там сидит, и развития нету, и душа эта погибает, потому что она смотрит эти отвратительные тиктоки и прочие-прочие какие-то видео, которые душу и человеческий мозг расстраивает, и он потом уже нету у него ни концентрации, ни воображения, ничего нету, ну, о каком воспитании уже говорите, когда он просто ведёт себя уже даже среди людей не как человечек маленький, поэтому вот видите, как это всё происходит, и я очень рада, что многие, кто смотрит мои эфиры, люди осознанно к этому приходят и ищут эти пути взаимодействия с ангелом, хранителем, всегда знайте всё то благостное, хорошее, что вы делаете по отношению к себе, не вредя себе, потому что то, что вы там люди, не вы, а люди, которые губят своё здоровье, алкоголь пьют, курят, наркотики делают, разрушают свою жизнь, разрушают жизнь близким, которые сквернословят и постоянно и ещё этим хвалятся и говорят, что я какой молодец, я вот это, это, это умею, но знайте, что в один прекрасный момент всё равно придёт вас, судьба вас приведёт туда, где вы будете расплачиваться за все эти поступки, и мало того, что вы расплачиваетесь, так вы ещё своих близких в это вовлекаете в страшные состояния. Поэтому как только вы начинаете нести ответственность за себя, так сразу же вы и ответственность у вас выходит на другой уровень, на высокий по отношению к своим близким душам, которые рядом с вами. Ангелы, хранители всегда рядом, всегда об этом помните. ангел-хранитель когда я даже мне нужно идти к больнице, к доктору, по поводу зуба, к зубу, к сожалению, сама я лечить не могу, и ангел-хранитель тоже мне вот этими вибрациями я не могу устранить, если, допустим, где-то я какие-то спазмы или там сердечные сбои ритмов, я могу что-то сделать, или поменять питание, что-то я могу улучшить в своём пищеварении, то вот если что-то в костной среде зубах, то я должна пойти к доктору, и это, и я когда иду, он мне всегда говорит, что знаешь, что ангел-хранитель всегда с тобой, что я всегда с тобой разговариваю, что ты, что благодаря тому, что ты взаимодействуешь со мной, это всё легче происходит, всегда вот пока на всей процедуре находишься, вот разговаривай, 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 и я вот поверьте, всё время разговариваю, и ангел-хранители зову, 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 говорю, говорю с ним, говорю, каждую минуту, я вот только с ним разговариваю, я отключаюсь от того, что делают со мной люди, я полностью доверяюсь о ситуации, они знают, что нужно делать, но благодаря тому, что я взаимодействую с ангел-хранителем, то эти люди, эти души попадают тоже вот в это поле, и всё происходит благостным образом, всегда вот это знайте, всегда, где бы вы ни находились, куда бы вам ни нужно идти, какие-то важные документы, какие-то визиты к врачам, какие-то процедуры, какие-то даже разговоры с вашими детьми, которые неприятны, всегда разговаривайте со своим ангел-хранителем, перед тем, как начинается это всё, вы должны идти, во время даже момента, всё равно у вас есть момент, когда поговорить с ангелом-хранителем, даже в перерывах, если вы не надо говорить, вы даже не сосредотачивайтесь, что вам сказать, разговаривайте с ангелом-хранителем, и вы увидите, вы найдёте, вам придут те важные, нужные слова, которые вы должны сказать, и даже вы просто внутри будете успокаиваться, понимаете, вот это всегда, ну а что уж говорить о важных моментах, таких серьёзных, то даже те серьёзные моменты, которые благостные, то тоже не забывайте благодарить ангела-хранителя, вот, к примеру, о свадьбе моей, моей дочери, я тоже каждую минуту благодарила Бога, благодарила Отца Небесного, благодаря ангела-хранителя, вот церемония идёт, я ангела-хранителя, с доченькой обнимаюсь, я ангела-хранителя, вот садимся кушать, я ангела-хранитель, вот с самого утра, проснулась, глаза открыла и с ангелом-хранителем и вот с Богом, с Отцом Небесным с ангелом-хранителем и благодарю всех ангелов-хранителей и архангелов, и Мать Небесную Иисуса Милосердного и все время, все время, все время и вы будете видеть как вот ваша жизнь она просто таким ручьем понимаете, идет благостным и все само собой происходит и люди рядом с вами какие-то другие становятся и даже те, которые были злобливые и агрессивные и неуважительные, они становятся тоже другими, они просто становятся другими, вам не нужно никого менять в жизни вам не нужно вообще настаивать на чьем-то изменении вам вообще ничего не нужно делать, вы просто молитесь и вы будете видеть ну а если ваш совет попросят то вы подскажите, да, скажите вот так и так и вам тоже придут какие-то важные моменты мысли вот в эти моменты вы тоже будете понимать даже что нужно для этого потому что вы сами в себе ваша душа будет находиться под этой защитой и у вас все будет проходить именно вот каким-то добрым хорошим хорошим состоянием понимаете и я настолько ценю это состояние когда я вот вышла на этот уровень жизни когда я просто стала просыпаться и ну вот все у тебя другое когда ты засыпаешь у тебя тоже все другое когда ты просыпаешься звонишь одному человеку другому и все другое вот все в такой вот благостное то я не знаю это нужно быть просто наверное извращенным человеком которому это будет не нравиться и он будет хотеть чтобы в жизни было вот много негативного понимаете вот у меня такого нет я видимо человек который взаимодействующий с ангелами-хранителями который душа сонастроена с миром ангелов-хранителей сонастроена с высшим божественным я все время находится вот в этом состоянии и пребывании она просто может быть вот не знаю блаженной так назвали людей я раньше может быть бы подумала что это оскорбление сейчас для меня может быть это даже будет комплимент пусть это будет так но это то состояние в котором я хочу дожить до всех до последней своей минуты жизни насколько много мне дадут прожить а нужно прожить как можно дольше всегда нужно об этом помнить чем дольше ваш путь тем больше вы сможете души явить отца небесного вот эти состояния которые он вас вложил творческие созидательные и помочь своим близким детям близким супругам родственникам чтобы они тоже эти состояния познали вот и поэтому я желаю вот в этом состоянии благостном прожить пусть как хотят меня называют люди пусть что хотят на меня говорят пусть называют меня я не знаю кем бы ни называли мне вот это все я уже это воспринимаю как вот просто ну говорят люди а для меня вот это состояние пусть будет я желаю в этом состоянии как можно вот его сохранить чтобы несмотря никакие вот эти земные к миру людей происходили вот эти изменения которые происходят в лучшую худшую худшую сторону к сожалению в худшую сторону но чтобы они не касались меня и вернее чтобы они не могли травмировать мою душу душу и чтобы я смогла вот в этом благостном хорошем пребывании на земле дойти до конца и вот спокойно перейти чтобы душа могла перейти уходя из тела перейти вот в другой мир мир высокий это мое большое вот желание и поэтому люди которые пытались бы оскорблениями меня вывести на низкий уровень жизни на этот именно низменный не низкий уровень жизни не финансово а именно на низкочастотный уровень жизни в вибрациях то этого я никогда себе не допускаю потому что я не вовлекаюсь в это потому что для меня важно мой путь и важно мой как он закончится потому что как он уже начался я уже там была я его не могу изменить как он там проходил до этого сегодняшнего дня я тоже уже много изменяла с работой с ангелами хроничными но то что физически уже было проявлено сделано я уже не могу сделать и то что я сейчас делаю такого чтобы мне не было стыдно за последствия вот в настоящем уже моменте каждый раз я над этим работаю и каждый раз я уже выхожу вот в этот мир и я уже оно само собой происходит только благостное хорошее замечательное доброе и невероятное вот а на этом я буду заканчивать свой эфир потому что я смотрю по времени уже я достаточно долго я знаю что вы смотрите любите но я не буду вас тоже утомлять я постараюсь как можно чаще сейчас выходить потому что я была еще в отпуске я улетала тоже может быть об этом расскажу вот в следующих эфирах желаю вам всего самого-самого благостного самого замечательного надеюсь что в этом эфире вы смогли кое-что для себя тоже принять понять и в себе что-то еще новое вот это взрастить и пойти на вот этот вот приятный благостный высокий по духовному росту уровень всегда об этом помните вот и всегда благодарите ангелов-хранителей потому что именно они вам помогают выйти на этот уровень сонастроившись с ними вы начинаете менять себя вот всю свою структуру все свои качества личности а с ними это очень просто сделать нужно всегда благодарить разговаривать и всегда вовлечением до личности вовлекать душу в этот мир всегда разговаривайте благодарите и зовите ангелов-хранителей и вы будете чувствовать их защиту и будете видеть как ваша жизнь меняется в лучшую сторону а с вами была я мистик-философ поэт Татьяна Сильзеева-Бурова рада была вас видеть рада была я вижу вас всех кто смотрит мои эфиры поэтому не обращайте внимания на то что я рада вас чувствовать своей душой благодарю вас и буду счастлива если вы считываете моей души вот эти состояния и если они на вас благостным образом отражаются и вы выходите на этот божественный уникальный путь взаимодействия с ангелами хранителями берегите себе берегите в себе душу развивайте в себе ангельское состояние именно вовлечение в мир ангелов будьте частью света в этом проявленном мире люблю вас пока пока до новых встреч